Что вот так в Москве, видимо, это под Москвой все-таки, какой-то подмосковский, подмосковный детский дом инвалидов именно. Может, в какой-то секунду? Я говорю, вот, видимо, какой-то показательный детский дом, потому что на самом деле все обстоит не так хорошо, особенно при нынешнем переходе на такое вот, там, немножко другое финансирование, когда просто для того, чтобы обеспечить образование этим детям хотя бы минимально, просто отказываются, например, от нянечек, вот те, кто гуляет с этими детьми и так далее, их просто зачастую нет возможности, например, вывезти, потому что там вот детки, в общем-то, такие, не тяжелые, то есть там нету каких-то там, что... Или, по крайней мере, нам показали ту часть детей, которые не такая тяжелая, которых можно вывезти погулять в красивых платьицах, памперсах, но памперс... Я вам могу сказать, вот, очень правильная фраза была у Артура о том, что на самом деле детям в детдоме нужны только две вещи, папа и мама, поверьте мне на слово, огромное количество благотворительных организаций, государства и всего прочего, которые у детских домов в плане материального обеспечения, ну, больше даже, вот не у всех детей в семье есть то, что есть у этих детей в детских домах, чисто материально, но папа и мама, им нужно только две вещи, папа и мама, да. История школы, история вообще этого проекта началась еще в 2009-2010 году, когда две не совсем, ну, в общем, чересчур активные мамы, но имеющие еще определенный запас денег, у которых были шестилетние на тот момент дети с тяжелой формой аутизма, они невербальные были к тому моменту, оба, были серьезные поведенческие особенности, они просто пришли к выводу, ну, не то, что пришли к выводу, в общем, системы образования таких детей в нашей стране нет и до сих пор, то есть она так, в каком-то очень зачаточном состоянии, мы как вот не бьемся всеми, пока еще очень зачаточный. Они начали изучать просто западный опыт, изучали его, изучали, пригласили консультанта и просто пошли по школам, вот просто физически взяли, встали и пошли. И начали, ну, буквально в презентации директорам рассказывать, как вот это должно выглядеть. Один из директоров, как раз вот 14-65 школы, сказал, хорошего, давайте попробуем. Директору вынесли выговор, ну, департамент образования, тут же сделал, ему вынес выговор, но он сказал, ну и выговор. Первый год проекта обошелся в очень круглую сумму, а, ну, в конечном итоге они вот в этой школе создали ресурсную зону, так называемую, не ресурсную зону. У них в первый год на инклюзии было 4 или 5 человек, сейчас не вспомню. Участие государства в первый год, это было в 2000, насколько я помню, сейчас 15, значит, 12 год, было 3% участия государства. Все это участие завершилось тем, что вот в этой вот большой-большой школе выделили небольшую комнату. Соответственно, оборудовали, ремонт и все прочее они делали уже за свой счет. Сейчас в Москве идет такой очень неоднозначный процесс, которому непонятно сопротивляться или нет. В Саратове, слава богу, наверное, пока, слава богу, его нет, когда образовательные учреждения объединяют в образовательные холдинги. И в эти образовательные холдинги, вот как они их объединяют, по мне, какому-то вообще загадочному территориальному, наверное, признаку, потому что туда может входить одновременно коррекционная школа, кадетская школа, обычная школа, ну и штук 7 детских садов, часть из которых коррекционные, часть из которых обычные, ну вот. И сейчас вот это вот такой вот огромный холдинг, потому что там, насколько я помню, 4 школы и 7 детских садов. У них сейчас 22 человека на инклюзии, 7 из которых невербальны. То есть в нашем понимании речи у них нет. Они общаются ПЭКСом, карточками, да, ПЭКС, но при этом они, кто-то уже может без тьютера обходиться в обычном классе, кто-то все еще с тьютерами. Самые большие проблемы, самое интересное, у них были почему-то с учителем физкультуры, которые ну никак могут. Почему-то она считала, что это очень опасно, когда такие дети присутствуют на уроке, но самое интересное, что когда она все-таки решилась впустить этих детей к себе на урок, она тут же отстранила всех тьютеров и сказала, что она будет делать все сама. Говорят, что это начинка просто замечательная. Кому очень сильно хочется, так вот, подробности, как и все, могу переслать просто ссылку на вебинар, просто как участник вебинара мне прислали это видео. Представители министерства вроде бы не против, например, быть тьютером в школах для детей с ментальными. У нас, опять же сказать, официально есть один репутер, официально с разрешением министерства и комитета по образованию в Саратове у нас есть один репутер с тьютером в 21-й школе. А у вас там есть тьютер выполняет роль мамы, сидящей рядом? Ну, опять же, это, во-первых, не очень официально, это все очень скользкая тема, но, например, фонду было предложено финансировать тьютером. У меня, простите, ни один фонд не сможет финансировать. По одной простой причине. Дело в том, что в проценте инвалидов, инвалиды-ментальники занимают 27,5. Они вышли на первое место сейчас в группе инвалидов. Больше в группе инвалидов, по-моему. Да, 27,5 это дети с ментальной инвалидностью. Большая часть из них находится в образовательной зоне, просто потому что по возрасту. В цифровом выражении в данный конкретный момент детей с аутистов на 31 декабря прошлого года, то есть на конец прошлого года, официально имеющих статус инвалида по Саратову, то есть официально имеющих справку, это 145 человек, 29 девочек, 116 мальчиков, не имеющих инвалидности, но прибавляйте сюда как минимум треть, потому что огромное количество родителей, ну, как минимум треть надо прибавить, потому что огромное количество родителей не оформляют инвалидность. Вот себе представьте. Ну, потому что в обществе сейчас около 146-147 участков. А почему они это делают? Именно из-за такой вот повестки дня, из-за того, что у нас такое нетолерантное отношение, потому что в принципе это же пенсия по инвалидности. Ну, многие считают, что они справятся с устоятельным, ну, по-разному. Ну, это как бы... Ну, если инвалидность, то это же подразумевать, что вы... Ну, в теории, да, но это процесс, это... Ну, разные есть причины к этому, как бы, тут, не знаю, но в принципе они дети с ОВЗ, и в принципе им положено все то же самое, ну, практически, кроме каких-то финансовых моментов, что и обычным детям. Ну, поверьте мне на слово, ни один фонд, даже московский, не сможет финансировать 145 тьютеров, ну, вот... У нас вступает, вообще говоря, новый взрос, в том числе для умственно отсталых аутистов, глухих, слабослышащих, ну, там, в общем, короче, 8 категорий. 8 категорий. 8 категорий, в которых тоже тьютеры прописаны, и сопровождающие, и тьютеры. Поэтому сказали... Ну, что, на законе, так вроде как принято, но с этим делать никто не знает. Откуда этих тьютеров, образованных, нормальных тьютеров, брать, тоже не очень понятно. Каким образом их интегрировать в школы, тоже непонятно. Кто будет финансировать, тоже не очень понятно. Но нам показывают нескольких детей, которые замечательно, самостоятельно могут самообслуживание осуществлять. Это пропагандистские кино, скажите. Ну, может, не говоря о том, что, ну, простите, не все школы у нас все-таки реально чисто по зданиям готовы. Ну, может быть, к ментальным так еще более-менее. Но, скажем, я не представляю, как в школе моих детей ездила бы инвалидная коляска. Чисто потому, что она даже в школу не войдет. Понимаете? Вот, скажем, я живу, к примеру, в районе Волги, а единственная инклюзивная школа, которая возьмет аутистов, будет где-нибудь на шестом квартале. Я туда ребенка не довезу. Просто не довезу физически. Он меня разнесет весь автобус перед тем, как я его туда довезу. Ну, даже если он автобус не разнесет к моменту попадания в школу, это будет в том состоянии, в котором он учиться уже несложно. Поэтому, когда говорим об инклюзивном образовании, это образование должно быть еще, извините, но если не в шаговой доступности, хотя бы в пятишаговой доступности, хотя бы в соседнем районе, понимаете? Просто в законе об образовании у нас прописаны равные права для всех. Но почему ребенок обычный может пойти в школу через дорогу, ну или условно говоря, как говорят? Не забудьте о том, что есть школа, которая располагается в исторических каких-то зданиях. Вы там никогда не сделаете, потому что на этого разрешения не получите. Ну, хорошо, рядом с школой, как из-за этого мы говорим, что у нас очень много непродуманного в этой системе. А сколько у нас в следующем году переходят официально, берут на себя люди или уже взяли в Саратове? Ну, в Саратове их пять. В каждом районе есть? 21-й, 23-й, 57-й и в этом году в Венюшко. 3-й лицей и 5-й сейчас не вспомню. 21-я в Ленинском, 21-я в Сеноте Кировский, 23-я в Заводской, 3-й лицей это пружина. В Сеноте Кировской, наверное, да, вот пятую школу прописку. Они ничего не спали назад, не знаю. Ну, да, вот они несколько лет назад это сделали. В прошлом году это сделали, на них выделялись деньги. В этом году еще есть школы-саратов, которые получили деньги. Я так понимаю, что вопрос, чем инклюзивного образования, это вопрос, ну, не только доступной среды, но и вопрос именно сопровождающих тьютеров и так далее. То есть, в принципе, наша система не предусматривает, чтобы родители, там, да, окей, пусть это будет, там, папа, там, бабушка. Вот, но не предусматривает, то есть же учителя, они же, наверное, против того, чтобы, там, другие детей, чтобы... На самом деле, здесь 79-я статья закона образования, которая помимо технических средств в инклюзии предполагает, тут собой методики, технологии тьютеров. Ну, то есть, все-все-все, помимо нашей ошибки всех, и общественников, и, там, с инвалидностью, и без инвалидности, в том, что мы как-то пытаемся вариться, так, собственно, в соку и сами себе чего-то там объяснять. На самом деле, мы все уже сами по себе, мы все уже поняли. Что-то понимают, да. Вся беда в том, что, например, люди не понимают, что на класс из 25 человек может быть вообще не больше трех детей с особенностями, потому что их может быть только не более 10%, в противном случае, сама по себе среда перерождает. Поэтому не может в классе сидеть ребенок с ДЦП, аутизм, 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 и вот эти вот... Но это, знаете, мы это понимаем мы, а мнение общества другое. Мне кажется, задача государства уже объяснять, причем... Конкретно кого? Конкретный орган, который должен объяснять. Государство это... Я не могу сказать, что... СМИ должны поднимать эту проблему, потому что СМИ, они у нас, особенно центральное телевидение, как бы... Да, СМИ живут в рыночной экономике, они понимают то, что обществу интересно. Тема инвалидов обществу неинтересна. Нет, она интересна, когда это родственницы Натальи Водяновой касается. Вот тогда это интересно, это вот этот скандал, вот тогда это интересно. Смотрите, просто любой детский канал, любую детскую передачу. Ну там, что у нас там сам популярно сейчас? Круссель. Вот просто посмотрите любую из детских передач. Даже какой-нибудь праздник на карусели, вот они там периодически устраивают. Вы вообще когда-нибудь видели там детей инвалидов? Да, на ТГ. На ТГ. Все идет только из семьи. Если мы начнем воспитывать по поводу инклюзивного образования, то есть мы должны донести людям, что это такое инклюзивное образование. На самом деле, вот как родители, к примеру, я пришла в школу, они говорят, все, завтрашний день у вас инклюзивное образование. Если я в этой системе работаю, я понимаю, о чем говорю. А для других родителей это да, что сейчас наберут полкласса, будут сидеть детей инвалидов, которые будут мешать нашим детям учить. Ну что это должно быть? Понимаете, это должна быть социальная реклама. Ну как минимум, да, инклюзивное образование. По поводу детей-сирот, да, как работают все. Можешь приемный ребенок, может быть, стать своим. Согласитесь, то есть на подсознании постоянно эта реклама идет, и многие, как бы, да, под действием этой рекламы приходят к нам. То же самое, надо объяснить людям, что такое инклюзия, и чем отличается, да. Это нужно объяснять государство, кто, родители, 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 родители. Нет, ну давайте государство, да, опять. К примеру, мы всегда берем с детей, с ясельной группы, да, с ясельной группы, что есть, не надо делить, есть особые дети. Это на самом деле была фраза, что мы все одинаковые люди, и всем одинаковые дети. Да, бывают такие. Если в ясельной группе будут дети находиться, и особые, я не знаю, то родители уже привыкнут, и сами дети будут воспитываться в этой среде. Вы говорите очень правильную вещь, но с чего начинается? Ну давайте начнем тогда, раз мы не можем... Вот если будут программы, а каким образом они будут, если, допустим, нету... Разработать проект социальной рекламы, чтобы донести, что такое инклюзивное образование. Согласить, если детям, пусть не я, если берем в школу, да, какие-то листовки, рассказать на тех же, оба же еще, да, какие есть предметы, он придет и расскажет своим родителям, которые не в курсе этих, да, детей пригласить в те же детские дома, у которых сейчас нет, сейчас центр сопровождения, показать, что такие дома, может, и не надо. Детские дома, может, и не надо. Нет, показать, что это... А общие праздники, общие праздники, это другое, да. Нам пример всегда показывают, пригласить в гимназию, взять школу для детей, для несопоя, сделать общий праздник и пригласить на нашу праздник. Если каждый будет делать хотя бы в каком-то виде... В каком-то не надо. Вот я хочу сказать, что вот ребенок в садике, да, если ребенок приходит из садика и говорит, что у нас сегодня был концерт, я знаю, какой там рядом интернат. Вот. Мне вот была интересная реакция ребенка, да. Я говорю, а что они делали? Они нам давали концерт. А вы, говорю, что делали? А мы хлопали. То есть ребенок говорит об этом с радостью. А приходили, между прочим, из интерната ДЦП. В младших классах дети, по крайней мере, лет и дезинфицировали. Ну, в любом классе найдется какой-то один или два родителей, которые будут, но остальные нормальные родители, которые все это воспринимают. Их не один или два. Проблема в том, что их 10 или 15. Просто одни молчат, а другие, так сказать, вот про себя. Это очень интересно, зависит от учителя. У меня двое особых детей, из моих детей двое особое. Они оба учатся в обычной школе. В обычной школе, в обычном классе, с обычными детьми. Дружат и ходят на дни рождения друг к другу, понимаете? И в этом огромная заслуга директора и конкретно первой учительницы, которая создала в классе такую атмосферу. Именно она. Поэтому второй мой ребенок, я сделал все от тебя зависит, и второй ребенок попал к этому же учителю, понимаете? Потому что она создала такую атмосферу. Я помню по своим советским годам у нас в классе, со мной в классе училась девочка с умственной отсталостью. Перед мохнацом это никто не скрывал. Нас посадили и сказали на общем собрании о том, что у, ну, скажем там, Лидочки вот такие проблемы. Поэтому вы все, как настоящие октябрята, должны ей помогать. И мы все ей помогали. Я помню, как каждый класс кто-то определялся, кто с ней занимается русским, кто с ней математикой. Понимаете? Помните, это пионерская красота. Кстати, при том, что советский опыт в фильме, он как бы со знаком минус там идет. Обратили внимание? Ну, на самом деле... То есть там вот, типа, все красивые и здоровые. Я конкретно просто помню. Это собрание. У нас, например, был мальчик, который вот я сейчас, например, понимаю, что у него была такая легкая степень... Ну, не легкая степень, но так, конкретное расстройство аутистического спектра было. Это я сейчас понимаю. А тогда мы, например, не понимали, почему он примеры решает просто вот так вот, все, любые. А при этом сочинение написать он практически не мог. И при этом он мог, например, что-нибудь делать в тетрадке. И, например, повторять одну и ту же даже не фразу, а, знаете, такой набор букв. Это даже не слово. Это реально был набор букв. И вот он мог что-то делать и просто повторять этот набор букв. там на уроке или там на перемене или там... В принципе, у нас есть хороший опыт. Абсолютно понятно, что в ситуации, когда начинается у страны какой-то кризис, какой бы он ни был, ну, в данном случае общий, экономический, социальный и так далее, и финансовый конкретно, когда начинается кризис, общество начинает острее реагировать на то, что деньги инвалидам, ай-яй, тут общество-то жрать, простите, нечего. Какие-то средства пенсионерам, да вы что? И так далее, и так далее. То есть это просто тема сейчас наиболее острая. Одна из острых. И, к сожалению, общество сейчас, я не знаю, готово ли оно, в принципе, к восприятию инклюзии в том виде, который нам бы хотелось. просто... Нет, на самом деле, вот я вижу нашу такую общую задачу, не только государство, потому что вот, ну, вот... Как бы мы хотели, но государство... у нас начинает насаждать государство, у нас это всё вот так вот в штыке отторгается. Ну, такие вот мы волшебные... Ну, было бы замечательно, если бы каждое средство массовой информации, выпускающее у нас в Саратове газеты, например, в каждом своём выпуске маленькую заметку делала бы относительно каких-то... Ну, опять-таки, это заметка должна быть раз в неделю. Да и не надо это в каждой газете. Она должна быть ещё и реальная, понимаете? То есть у нас, на самом деле... Что это за болезнь? Каких-то вот... Творчество детей, инвалидов... Вы творите, что-то делаете для того, чтобы общаться со средствами массовой информации? Вы просите их о том, чтобы они это делали? Ну, мы на Саратов-24, например, нас вживи, частенько приглашают. Последняя передача с нами была в марте, как раз до скандала на... То есть СМИ выступают с инициативой? Они, знаете как, да, частенько они выступают с инициативой. То есть на праздники готовы приезжать к нам в СМИ и зовут нас в каких-то там передачах. Но, опять-таки, понимаете, это разовые вещи. Должна быть система. Это должна быть система. Но при этом система не должна быть сильно навязчивой, потому что как только начинают что-то навязывать, это идёт вот, знаете, как с рекламой. И все уже её выключают. То есть всё-таки средства массовой информации, прежде чем они что-то дают, должны совещаться со специалистами. Именно с нами. Не сами создать себе какую-то волшебную картину. На день аутистов рассказали о Ван Гоге, о том, какие они талантливы, о том, какие они способны. Человек дождя там. Они говорят, денежки дайте, и мы вас покажем. Денежки дайте, и мы про вас расскажем. Мы с большим удовольствием. У них статья вышла, которая, да, там, я долго-долго... Скажем, на телевидении это только... Я знаю, с какой... Вот посмотрел два фильма. Вот согласитесь? Вот два фильма. С моей точки зрения, это минус и плюс нам показали. Даже цветовая гамма второго фильма была позитивной. А если нам снять фильм с положительным... Про того же мальчика дауну, который обучается в школе. Не снизу как это снимает, не в черно-белом с каком-то, да, с негативным таким отношением, а именно с позитивным. С плюсом снять, что как хорошо, что он обучается, какая молодец его мама. Вокруг педагоги. И показать его положительным. Согласитесь, это будет уже другой фильм. Я сказала вообще реальность. Вы, наверное, специалист Министерства образования. Мои впечатления пока, по субъективному мнению, медицинское сообщество, хотя идет больше от организма, но и нацелено, не на душу, а на организм, на спасение, мне показалось сначала, я сразу же, чтобы прозвучала корректно, показалось более, скажем так, гуманным, милосердным под нашими детям, чем педагогическое. Но поначалу. Потому что я это веду к тому, чтобы еще один спектр проблем обострить. Почему вот эта история Оли и Никиты, кажется, требующая обобщения. Потому что я сейчас на самом деле хочу выступить за педагогов, за педагогическим сообществом. Они заложники системы образования. Вот мой ребенок, я сознательно, он мог пойти вообще в общую образовательную школу, но он пошел в четвертую. Как раз школа-интернат для детей с диагнозом ПЦФО-6. Пятую. Сейчас виды обменили. Да, потрясающая школа, потрясающая педагога. Мамы, папы, дети. Но дело в том, что, чтобы внедрять инклюзию в школы, нужно сначала создать педагогам такие условия, чтобы у них появилась возможность, как раньше, и время поиска индивидуального подхода к каждому ребенку. Потому что обделены не только дети с особенностями развития. Вниманием обделены обычные дети. Потому что, если раньше, это так же, как и хирург моего ребенка, и учитель моего ребенка. Раньше хирург, когда Антону было два года, он делал за один две серьезных операции. Ну, как серьезных, таких требующих временных, и параллельных затрат и сил. И три малые навозимых. Сейчас это себе две операции. Причем, в среду они сделали не операционным дням. Им нужно вводить для отчетов. Для отчетов. Также учителя. Учитель моего ребенка. Какое может быть развитие мелкой моторики, когда раньше они из манки, из гречки делали шикарные картины, то есть выставили птицы и все такое. Сейчас она тоже должна на перемене сказать, Антош, вот и вы как-нибудь у меня скажете в другой раз. Ну, вот завтра сдавать отчет. Ребенку она это говорит. Давайте просто вот все вместе, и СМИ, и мы, и общественники, и просто люди, которые... Да, у меня просто уже интересно. Нет, он просто вчера сам это рассказывал. Да, у меня нет. Вот. Вот. Просто и мы, и СМИ, и просто люди заинтересованы, и родители, и... Ну вот, всячески-всячески. Не надо постоянно уповать на государство. Зачастую бывает так, что начинается все... Ну, во всех странах мира, даже в той же Америке, этот Autism Speak, крупнейшая сейчас организация по аутизму, началась с бабушки и дедушки, у которых был внук с аутизмом, которые просто решили разобраться эти проблемы. То есть это уже начинается, если мы сядь, и вдруг родители, да? А потом уже к этому делу подключится государство. Но оно подключится только в том случае, если мы с вами, ну, там, СМИ, родители, просто заинтересованные какие-то люди, не имеющие, там, допустим, детей с этими проблемами, да, будем просто идти и говорить. Потому что когда ты не говоришь, тебя просто нет. Как только... То есть вы хотите сказать, что государство об этом вообще ничего не знает? Нет. И что только, слава Богу, есть общественники, есть инициативные родители, которые про это говорят, а все остальные... Нет, вы сейчас опять вот немножко такой уклон делаете. Изначально об этом начали говорить родители. Изначально. Сейчас государство так или иначе начало к нам прислушиваться. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то с большим желанием, кто-то с меньшим желанием. Но, понимаете, изначально, в любом случае, это были родители, у которых так или иначе возникла эта потребность. Затем к этой потребности так или иначе подключится государство. С большим желанием, с меньшим желанием. Как в более короткие сроки, в более длительные сроки. Но должна сформироваться потребность. На эту потребность так или иначе ответит государство. Очень хотелось бы, чтобы оно отвечало с желанием и быстро. Но там уже получается так, как получается. Согласитесь в любой процессе в требует времени. Я не спорю, я говорю, хотела. Я не спорю, чтобы было быстро и так, как нужно. Просто прошло именно то время, когда вот это вот... Спасибо. 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 Спасибо.